Продолжаем тему восполнения ресурсов. Некрасовские школьники заложили в нашем поселке Каштановую аллею. На какой почве выросла эта идея и благодаря чьим усилиям все срослось, узнали наши корреспонденты. Саженцы экзотического для наших широт Каштана вырастил на своем огороде житель Санаторной улицы Владимир Михайлович Казахов. Каштан у меня там на улице растет. Я его привез с Липецкой области. Ездил в командировку куда-то и вот туда привез уже вот такой вот фрутик. А это вот все его дети? А это уже своими семенами вывел. Благодаря внучке Владимира Михайловича Наталье Антоновой, активистке, юному экологу и волонтеру, о семейном питомнике узнали в школе. Возникла идея посадить в поселке Каштановую аллею в честь наступающего юбилея Победы. Местные власти предложили облагородить таким образом берег Солоницы, где в будущем планируется благоустроить парковую зону с променадом. Ответственную миссию взяли на себя ребята из объединения Натальи Борисовны Аминовой «Экосистема» и волонтеры школьного отряда «Бумеранг». На береговых террасах школьники высадили саженцы Каштанов, а в парке Победы выращенные на пришкольном участке дубы. Мы это захотели сделать, чтобы поселок стал лучше и зеленее. Помочь хочется тем, кто будет здесь как бы гулять, будет ходить, смотреть. Да и просто научиться сажать деревья, это очень интересно, покопаться в земле лопатой, испачкать руки, хоть это и противно, но это весело. Чтобы было приятно всем приезжим смотреть, что мы тоже можем быть такими все чистыми и опрятными. И так же, какую мы красоту делаем. Если 4-5-летние деревца выстоят на речных ветрах и пойдут в рост, диковинной красотой цветущих каштанов смогут наслаждаться дети и даже внуки сегодняшних учеников. Продолжение следует...